Я уже хочу в школу. Скоро-скоро тоже пойдёшь в школу. Говорит, я уже большой мальчик. Крыночка собралась на прогулку. Купили мы ей новую джинсовую юбочку. Такая стильная. Покажи сзади, как она смотрится. Классная футболочка новенькая тоже. Сейчас в моде, кстати, такие вот шопперы. Они очень удобные. Что у тебя в шоппере, корешечка? Что с собой берёшь? У меня там много всего. У меня там вода. А, кстати, купили ей новую такую бутылочку очень классную. Заказывала на сайте Валберид. Удобная. Попыт. Это сейчас тренд сезона. Смотри, мой бедный попытик. Ну, ничего страшного. Силюша помог. Так, это Кирилла попыть. А вот Кирилла попыть не надо с собой брать, потому что бери своё только. Симпл димпл. Ничего, свёстку. Куча антистрессов. И вот такие вот. Тоже симпл димпл. У меня тут много антистрессов. Да, главное. Кареночка, как закончится вода, сразу приходи за водой, хорошо? Чтобы у тебя сушняка не было. В общем, сегодня у меня какое-то такое вдохновение по всей квартире помыть полы буквы ЗЮ. В общем, тряпочка по старинке и поползла. Именно так, когда я мою полы, мне нравится вот эффект, что они действительно чистые. Я запускаю робот-пылесос каждый вечер. Но это так, знаете, собрать то, что Камилка раскидала за день. Но хоть раз в неделю мне надо помыть именно вот тряпкой и вперёд. Я мою и швабры. Ну, вот мне кажется, что где-то есть какая-то недомытость. В этой комнате я уже помыла, открыла окно. Всё проветривается. Сейчас перейду во вторую комнату. Мамулечка, он катает Камилку на качельках, пока я хочу всю квартиру прям сегодня палат драить. Моя звёздочка катается. Какая она красотка. Маме дай Бог здоровья. Сейчас она вот не работает, помогать не начала. Всем нашим мамочкам дай Бог здоровья. Теперь переходим на эту сторону. Сейчас буду мыть полы на лоджии. Что-то сегодня строители рано здесь закончили свои работы. Куда-то они все туда перешли, поэтому надо сейчас перевесить всё бельё. Уже часть перевесила. Часть ещё здесь, по-моему, полы пораньше здесь и в этой комнате. Сегодня у меня прям какой-то роботун на меня напал. Сейчас достану у меня вот в этих трёх корзинках, органайзерах, да, кому как удобнее называть. Развивашки различные. Мне нужно их все сейчас повытаскивать и попротирать внутри там пыль. В общем, поперебирать то, чем мы уже не занимаемся, отдать. Селим очень удобно. Кстати, так вот, знаете, я их выкатываю, они на колёсиках внизу. Не надо будет таскать тяжести. Как всё успевать, да, я сейчас нанесла очищающую масочку. Маленькую, классную, мне так нравится. Для верно, это мне не надо на коже, это что надо. Ну и пока масочка будет работать на моей коже, я буду это всё дело перебирать. Маска мелко всё тянет в рот, поэтому периодически, не всегда, конечно, без фоматизма, я все вот эти вот развивашки дезинфицирую. Я вам уже показывала свой дезинфицир, что надо будет его тоже принести. Уберу обычную тряпочку, это вот полосинка, которая камилка испортила. Зелажная. И начинаю это всё дело просирать и дезинфицировать. Развивашек у нас, конечно, очень много на любой вкус. У нас очень много различных Монте-Сори. Я прям брала и огромнейший набор. Что-то из-за такого валяется уже. Различные лотко. Видите, есть лотко, есть различные пазлы такие вот крупные. Рыбалка. Изучаем цвета, запоминаем. Ну, это Кирилл у нас любит. Это она Малина дарила. Фрукты такие вот большие пазлы. В общем, сейчас здесь всё буду дело протирать. Что-то здесь заваляло. У нас вообще развивашек очень-очень много. Мы частенько занимаемся. И мне часто пишут, что почему я это всё дело не снимаю. Это всё дело, вы знаете, очень сложно снять, девочки. Это даже практически нереально. Откуда берётся вся вот эта вот пыль, грязь. Я вот стабильно раз, две, в три недели, в три недели точно всё это дело протираю. Я ещё хочу разобрать так, чтобы часть того, что нам уже не нужно, да, отдать племяшек. Вот у нас есть такие вот развивающие липучки, лесные животные. Покупали их Кирюше. Занимаемся с ним тоже довольно-таки часто. Он это дело всё любит. Ассоциации, времена, года такие вот у нас есть карточки. Так, так, так. Потом у нас ещё такие вот ассоциации. Это животные из этой же серии. Классно, кстати, качественные. Части целые. Может, коробочки... О, здесь чего-то только нету. Сейчас, короче, всё поперебираю. Здесь, в принципе, мало этих карточек. Может, зачем такая коробочка? Я сейчас какой-нибудь пакетик приспособлю для этого. Нашла вот такой вот небольшой пакетик. Сюда сложила. Вот чем вот такая вот большая коробка? Экономно. Место. У меня вот в таких вот розовых пакетиках в Монте-Коре. Но пока, как бы, нам это не нужно. Но обязательно всё это пригодится. Потом я так вот аккуратно всё это всё делаю. Складываю так. Так, интересно, отсюда вы, наверное, так понимаете. Да. Надо сейчас ещё найти вот пакетик небольшой, чтобы эти пазлы переложить, чтобы они не были в этой коробке. В этой коробке она занимает много места. Я здесь уже сельмусечки приготовила, что нужно отдать. Нашла пакетик. И смотрите, как он мало места занимает. Вот аккуратненько всё это дело сложим. Нам вот ещё здесь вверх протереть хорошенечко. И приступаем к следующему. У нас очень много развивашек и здесь, и в комнате у Керила, и у них в комнате. В общем, сейчас всё это буду перебирать. Из недавних у нас покупок это, смотрите, мама и малыш. Качественные, деревянные. Потому что они стоят небюджетно, но они качественные. Вот здесь вот у нас различные фрукты. Что у нас здесь? А, вот эти вот открывать. Мы с Камилкой тоже занимаемся. Покупали начатого, когда были здесь бахилы. Так что у нас здесь рыбалка. Кстати, вот куда рыбки делись отсюда? Уплыли, наверное, куда-то. Здесь вот у нас овощи. Надо всё. Кто-то здесь уже с детей лазил и не сложил. Сейчас буду всё-всё это дело складывать. Вот такой пианинко небольшой. Его надо вот так вот положить. Суджоке. Мы ей часто делаем грызунки. Что у нас ещё здесь есть? Такие вот трафареты. Очень классные тоже. Иногда занимаемся. Досочки сигена. Вот мы по ним часто занимаемся. Отрабатываем круг красный. Яблочко с червячками. Камиль тоже периодически ловит. Так вот удочку. Так надо будет поставить сюда. Вот ещё вот такие вот есть бэби-прятки. Но мы с ним ещё не занимались. Они у нас ещё новенькие. Ждут своего часа. Обязательно час для них свой дойдёт. Вот мы очень любим заниматься по этим вот досочкам. Классные вот эти вот тактилики. Видела на Валдереже. На них такая цена низкая. Мы их покупали гораздо дороже. Но они классные. Прям качественные. И Камилка тоже с ними любит заниматься частенько. Есть у нас вот такой вот мячик для массажа. Вот так это вот сюда. Огурчик. На скаме как раз любит огурчик. Так вот сейчас сделаем. Секула упала. Чтобы у нас всё сюда поместилось аккуратненько. Думаю, что у каждого, да, столько в доме развивашек много. Занимайся не хочу. Здесь вот у нас деревянная, видите, еда резать. Тоже Камилка, кстати, любит ему резать. Ах, упала, ну ладно. Вот тоже. Ну, она это ещё не понимает, конечно. Но, тем не менее, стараемся. Так вот, надо будет поставить. И вот карточки ей показывают цифры. А ну, вы знаете, вот мы думаем, что они ничего не понимают, да. Но я ей показываю. Я надеюсь, что это, знаете, как накопительный такой вот эффект. И в конце она даст обязательно свой положительный результат. Так, здесь крокодильчик убежал. У нас много различных таких вот досочек деревянных. Тут всё здесь попадало, надо будет сейчас собрать. Девчонки, давно мы не делали, да, вот массаж с сужоками. Но вот сегодня вот сейчас достала, потому что мы купили балансеры и ёжики. И ей нравятся ощущения вот на балансерах. Но обязательно нужно и сужоки делать. Это вот для пальчика мы и делаем. Мы это вот стопы массажируем для стоп. Ещё вот это вот классное. Эта вот штука ещё для стоп классная. Так, в третьей корзинке у нас тоже много всего. Это вот орто-ошейник такой вот я и частенько одеваю. Ну и здесь много уже деревянных развивашек. Знаете, в корзинках таких вот так круто. Так позанимался, откатил обратно, да. Всё сложил и ничего не видно. Даже если здесь бардак, то внешне бардака нет. Периодически, конечно, я здесь стараюсь всё убирать. Но бывает такое, что дети взяли, поигрались и не собрали по местам. Здесь тоже у нас Монтессори очень много. Различных развивашек. Кстати, вот с этой корзинкой мы давно не занимались. Ничем надо будет, наверное, сегодня для занятий несколько досочек использовать. Я и так периодически, вы знаете, прячу, достаю что-то другое, чтобы не приедалась ей. Чтобы ей не приедалась, чтобы ей было интересно. Какой ещё досочек у нас разных. Я не знаю, что я никому не блокирую. Я не знаю, что я никому не блокирую. Но потом, в первую очередь, когда она чистка всё наладила, я всё прогрессировала. У меня нет ничего в блоке. Я не удаляю смысл, не удаляю смену, я не отставляю блок. Я не убежала, что это не обижается. сегодня камилочка разрешила и даже сделать мальвинку поставьте лайки так красиво с мальвинкой сейчас к вечеру начала очень сильно капризничать сегодня нам психиатр увеличила дозу дозировку нейролептика респиридон с 0 5 на 0 7 2 раза в день до четверга в четверг нам надо ей перезвонить и рассказать какой результат так как у камилки появилась стереотипные движения и навязчивость какая-то вот постоянно ходить в туалет многие писали что это может быть стит нет это на фоне приема нейролептика бывает такое навязчивое и постоянно хочется это тоже так бывает но второй день у нее прям истерики ближе к вечеру глазки не такие аж сунуши она тоже сказала что есть такое дело но это все пройдет аппетит у нее и так всегда был очень хороший но сейчас он просто гигантскими на порциями есть но вот один из минусов нейролептика что повышается аппетит очень сильно на постоянно хочет кушать она и так кушала на у нее увеличились просто еще больше порции такого-то не состояния на постоянно хочет быть и в душе под потоком тепленькой водички но мы это все тоже как бы да сделали полезным полезным занятием мы туда приносим различные игрушки учимся открывать кран очень круто мы с ней занимались открываем холодную сторону чтобы она чувствовала потом горячую потом это все смешиваем холодную с горячей берем с собой посудки игрушки сейчас наши все занятия водные и это очень расслабляет и это очень нравится и это хорошо очень заходит напишите пожалуйста кто давал ребенку респиридон ваши отзывы состояния и сколько вы давали что насколько я читала отзывы что перед он самый такой вот неплохой нейролептик у которого меньше всего побочек красоточка карина говорит поснимай меня мама пожалуйста карина такие модные оверсайз брючки у нас горелых да что-то крем не наносишь солнце защитный забываешь да зайка тебе надо сюда обязательно купить черный топик или черную маечку прикольно вот так что-то ремень и сделала себе на было ремень сделать крышки волосы длинные сейчас поддержку пацана кариночка и поделаешь дарсонвальчик а кушать ну и кушать убедительно как-то гуляла крути вот хвостики касту сделать себе собирать да камилке видишь занятия и класс так нравится когда она весело улыбается к хорошенькая девочка